приветствую всех с вами снова лев раннее утро в цитрусовом совхозе 6 утра в часах в муртии вежевске я нахожусь никогда такого не бывает я проснулся в пять часов и не мог уснуть и при этом еще и спать не хотелось вот здесь вот до абхазии находимся почему-то вот это происходит не разговаривал с чем это может быть связано ну единственное логичное предположение то что здесь мне меньше просто нужно времени чтобы выспаться здесь достаточно часто рано просыпаюсь и бывает вот собакой прогулку выхожу иду по центру совхоза можете услышать какие звуки меня окружает разные птицы поют девушки хватает не холодно очень но при этом прохладно конечно не так огнем днем уже до 26 продать прогревается такая прохлада знаете приятно освежающие но нисколько не мерзну где-то там за горами поднимается солнце сейчас пока его еще не видно тут особенность такая что восход не сразу видно приходится подождать горы мешает солнце осветить все вышли мы с вами на пляж пока шел по бесшумному совхозу обратил внимание что доносит со стороны реки такой монотонный звук реку слышно видимо только ранним утром или ночью это можно услышать ну и возможно безветрен безветренную как сегодня погоду потому что не не обращая на это внимание когда я с поселки самом слышно не было ну и не трудно догадаться что следуя за этими двумя рыбаками мы сейчас с вами придем на реку бзит море также спокойно город достаточно хорошо видны сегодня то есть видно еще некоторое количество снега вот на той горе вдали тоже видно очень приятная погода подходящая температура для пешей прогулки до реки все-таки туда сколько-то километров до идти разгар дня я бы не пошел состояние безмятежности двигаюсь по пляжу пансионата сосновая роща вот два его корпуса которые видно с берега пока нету ну в сезон и даже в это время придешь здесь уже кто-то бывает есть такие же видимо ранние пташки хотя я вообще-то поспать-то любитель здесь почему-то я частенько просыпаюсь ранним утром отправлюсь с ними на рыбалку сделал репортаж да и в комментариях как-то писали почему же ты лев про рыбалку никакие вопросы тут не освещаешь может освещать я только в фонтане рыбачу это ради это ради интереса дочке показать что там водится так что ну как как получится у нас не знаю когда будет такой репортаж на моем канале ну а пока я пытаюсь дойти до восхода чтобы все тела заснять иду на реку взыг до реки еще не успел дойти санс уже вижу несколько затруднительно двигаться по гальке я уже есть ноги слегка проваливаются больше энергии требуется над реки я все-таки с вами дойду хочу посмотреть как же она выглядит все-таки в начале мая подпитываемая сталыми водами снежные шапки на горах продолжают таять но еще какое-то количество снега там есть поэтому река полноводная ну и судя по тому шуму который я слышал в начале прогулки находясь в цитрусовом совхозе река должна быть очень бурный знаете ли шумный хотел тут иду не слышу и почему-то сейчас подойдем разведана установку еще по поводу тема касающейся рыбной ловли тоже с местным разговаривал говорят что меньше вроде как люди рыбачьи стали интерес к этому вот и одна из причин том что видимо турецким кораблям позволяет вылавливать рыбу в побережной части вот вы у нас стал ну так говорят ухи местные новости еще одно последствия плавающих кораблей этот дельфина на берегу лежащий года два я их не вижу вот вижу еще один появляется восемнадцать лет большая-большая большое-большое мне капитающие лежащие в таком дурчащем виде хотя вроде не вижу каких-то повреждений может быть и сам он уже не понятно нигде такого я больше видел только в абхазии все еще продолжаю топать и реки я ее уже вижу здесь этот участок он не такой шумный там чуть выше по течению есть поворот вместо поворота и перепад высот я там прошлого сезона даже купаться туда приходил есть видео холодный водички искупаться в жаркий день очень приобретает мне даже больше нравилось это делать чем в море да и я там один можно было на дешевле искупаться классное место то каждый раз рельеф местности конечно меняется не всегда там очень я приходил в октябре я тут был 2020 в прошлый раз и там в общем то есть купаться не гибу смотрите как выглядит река ранним утром солнце взошло поднялась над горами в водах этой реки в том числе весь вода из озера лица уникальное озеро с его глубин или даже под ним еще там как это пространство есть где вода во время второй мировой нацисты возили эту воду специальные дома ребенка в германии этих эксперименты проводили ну что-то вода уникальное по своим свойствам и вот здесь вот просто можно прийти в реке обзыпи скупаться в этой самой воде вот он сколько хотите река чисто наполнена горными потоками и вот то место где она впадает черное море туда дальше южнее за счет кстати вот вот реки бзип на пляжах то про хладенькая водичка говорят я там вот на той стороне не купался никогда вот этот поток достаточно сильное влияние оказывает на температуру воды чара только со мной сюда приходит но она так далеко с ним гуляет пусть и собачка наша попьет целебной водицы это с нами тоже ходит дружок просто за компанией дворовый пес ух хорошо ветра-то сегодня нет чудесная погода день похоже будет снова жарким 25 минимум будет градусов снова мы будем одеты только футболки вот уже и водные процедуры начались вчера у нас любительница холодной воды да кстати надо проверить температуру практически не отличается от той температуры которая в море может быть даже море несколько теплее вот участок где непосредственно река впадает море даже видно что течение довольно глубоко врезается море там даже метрах трехсот может быть 500 еще чувствуется его влияние так вот можно видеть вот вода речная пресная вода морская соленая ну речная несколько более мутная как еще смывается с год некоторое количество грунта летом она бывает порой когда дождей долго нет она абсолютно прозрачна очень живописные места что говорить и этой шаговой доступности находишься в цитрусовом совхозе отдыхаешь сюда можно приходить хоть каждый день ну так скажем минут 10 может 15 занимает обычным шагом поплыли рыбачить первая змейка в этом сезоне аккуратно ползла уползла змейка не знаю видно было или не видно найти я ее уже не смог днем немного огородными делами занимаюсь вам три гидочка подрастает ну а так в целом по летнему тепло и даже жарко временами цветы на лимоне пока еще не раскрылись ждем так выглядят маленькие крошечные виноградные грозди а так выглядят большие грозди мушмулы пока зеленая клубника зреет потихоньку дочка по ягодке в день съедает не дожидаясь правда когда полностью созреет ну ладно все равно главное что довольное ягодки поливаем чтобы быстрее росли вечерняя прогулка до моря по пути созерцания красот местного фрудика который у нас прямо по пути каждый день картинка разная сегодня вот такая не менее красивая вечерняя прогулка это значит закат достаточно симпатичный облака хоть и есть но не так много пришли со старшей посмотреть на это дело не завершить сегодняшнее видео давай потрогай водичку а ты просто руками потрогай водичку и все ну кофты не надо не 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 ветерочек вечер кофточку оставь просто ручками воду потрогай все море спокойно уже два дня такое реально на закат приходит все больше людей посмотреть скоро наверно весь пляж будет заполнен по вечерам уже чувствуется что отдыхающих в этом году будет много как приятно завершать видео на фоне заката начинать видео на фоне рассвета в общем все кто досмотрели до конца спасибо за внимание ставьте палец вверх если видео пришлось вам по душе оставляйте ваши комментарии с вами был Лев из Абхазии всего доброго